Я имею в виду вопрос, с каких хренов моя родина стала независимая? Ты мне не ответил на вопрос. Хорошо, отвечай. С каких хренов моя родина стала независимая? Рассказываю. Когда? В девяносто первом году. Ну, она независимая, ну. Привет. Привет. Я на севере живу, западного полушария. А вы где? Нифига себе. И если ты меня удивишь, я сейчас упаду в Амурак, я тоже оттуда же. А, серьезно? Ну, я город Мурманск, Кольский полуостр, Мурманск. Ага, Мурманск, понятно. А ты откуда? Нет, я на западном полушарии живу. Ну ты сказал, ты с севера. И меня сейчас убил прям насмерть-то. Откуда, откуда, земляк? А ну, говори, откуда ты. Нет, я сказал. С северного полушария. Нет, я сказал на севере западного полушария. но я сказал север-западного полушария север-западного полушария не больно северо-запад ну да да санкт-петербург мы родной наверное нет нет я на другой стороне океана где у нас от вас ну и признавайся туда откуда вот и соединенные штаты я сказал я город бурма бурма есть такой город бурма да я знаю такой город как у вас можно ну я представил тебе зовут место и слова ночью стесняться меня иди зовут разбил рулетку выжил на что говорит кто ты откуда да так сразу ну деванка может и девок кадри что вообще но я мужского пола а я мужская мужского пола где попался но если тебя кадрил девок я бы переключился а я же не переключился я с вами общаюсь ну спасибо уже мне приятно но откуда 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 познавать я сказал мне понравились ваши глаза мне понравились ваши глаза потому что я сижу вот в курилке нет курилка я дом строю видишь меня плиты перекрытия стройка идет устроить обыкновенная обыкновенная по-русски говорят стройка знаешь такой стройка ну конечно знаю потихоньку строим потихоньку а вы говорите на украинском языке а я родом из донбасса потому что вы сказали одно слово на украинске а второе по-русски то есть потихесенька буду я живу на польском полоскоре уже с восемьдесят четвертого года понятно а родился вырос я город город я сеновато я донецкая область город я сеновато есть такой город но как вы видите сейчас ситуацию что происходит там где война там где сейчас война идет да да там где война как вы видите там идет там идет дурдом дурдом на такой дурдом на выезде там война идет сам настоящая да вот именно чуть делят я так и не понял до сих пор но вам кажется там кто воюет ну как то но мою землю делят мою 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 землю делят а кто делит вот кто делит землю западные украинцы восточные украинцы вообще-то америка конечно почему тогда если америка воюет а украинцы почему-то ненавидят россию они америка почему-то а ты же не понял а в доллара вы больше дают тем дают больше тем меньше а почему россия не может кому-кому бумажек бумажек зеленый дает больше да а почему россия не может этих бумажек больше чтобы любили ее а у россии нет такого количества бумажек это раз но я что-то у россии что-то может предложить такого что в украине скажут о мы теперь хотим быть с россией они с америка есть конечно а что именно а превыше всего будь веренцем себе верь свою родину маму папу маму и папу а вы думаете что в украине не любят маму и папу люди или суда получается доллар больше любят доллар доллар цене это а как каким образом я не байки бумаги айни они сберет айни в ума на украинском языке ну а вам не кажется что это все происходит это не по-украински на украинском языке такого нет украинского но ты можно оба фоне пойна и по-украински по-польски по-польски файла по украински а что поляки это бандеровцы тоже но это суки это и всю жизнь нас ненавидят только за то что мы украина поляки нас ненавидят что мы украинцы они не любят меня я украинец по породу я родился я украине хорошо вопрос тогда вот если вы украинец с 91 года когда украина стала суверенным государством и российской федерации стал суверенным именно суверенным а суверенно мы даже независимым ну независимо две страны российской федерации мое государство вы имеете россию российская федерация или украинская нет я имею ввиду мою украину ну конечно но все равно независимое государство конечно пишу охуел ты шутку ты бандера бабу ты файли хлопать да в америка управляет тем америка управляет как скажет американец джон 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 пердун пердунович так и будет мы вообще мы украинцы потеряли право право даже голоса волоса даже не имеет почему украинцы а потому что дураки продали зеленые бумажки ну смотрите продали продали зеленые бумажки ты мне вопрос я тебе ответ я покажем украинцы уже дурные хлопочка я хотел спросить такой вопрос вопрос такой я имею ввиду вопрос с каких хренов моя родина стала независимая она независимая ну ты сказал независимая моя родина моя родина независимая украина да она стала независимая и каким это было бы она стала независимая я же рассказываю что девяносто первом году когда советский союз распался страны между собой договорились что с каждая страна будет независимой российская федерация украина грузии так 15 республик вот каждый 15 республик стали я нужна нужна моя родина россию скажи мне честно вот моя родина моя родина украина на на россии и у кормить поедет девать обувать деньги давай доскажи нахуя так вы сами себе противоречите вы же говорите что америка выдает бумажки и то же самое вы говорите зачем россии нужно кормить украину так вот я же вам объясняю что с момента когда жалко я под российским и перебята сейчас он по моему начал потихонечку понимать и когда начал понимать он естественно переключился понимаете его родина он живет с 80 какого-то года до в россии к украине никакого отношения не имеет даже по украински говорить не может несмотря на то что он пытается несколько слов сказать туда может быть он жил когда-то в в украине да даже если можно предположить что он жил в донецке потом переехал но у него нет сердце в украине какой же он украинец если ты живешь такой-то территории это не значит что ты ощущаешь эту страну внутри себя он ощущает себя россиянина который живет в россии который служит россии который ненавидит украинцев и придумывает при этом себе разные сказки о каких-то бумажках и так дальше поэтому когда спрашиваешь их а почему россия ничего не может продать а у нее нет столько бумажек но нету значит подвиньтесь ребята иначе вы ничего не можете предложить если у вас нет что предложить то предложат другие а когда предлагают что-то хорошее зачем отказываться человек если так устроен и он живет так свою жизнь то он хочет чтобы для для его жизни для его семьи для его страны было что-то хорошее и если кто-то другой предлагает что-то хорошее и это выгодно как отношения строятся между странами на дружественных выгодных отношениях америка так предлагает что ты можешь видеть что потом происходит так он будет бумажки вот германия вот япония вот южная корея вот весь европейский союз до европейские страны ну да у них там тоже есть доллар люди могут долго приехать поменять на евро себе там жить при этом дружественные страны между собой и америка не захватывает ничьи территории так как это делает россия россии помимо того что нам хорошо она может дать мы вам дадим нефтом за такую-то цену или газ да если что мы вас пошантажируем мы вам уже дать еще кто-то кредитом как они януковича дали 3 миллиарда с которыми он потом убежал в ту же россию но за это за то что мы вам даем мы в любой момент сможем с вас требовать что мы хотим забирать у вас территории воевать с вами посылать убийц вашу страну и так дальше америка этого не предлагает америка предлагает какие-то конкретные вещи технологии разные медицину свою устройство страны или мира по тем уже законам которые ты можешь видеть что это что-то хорошее неплохое ты можешь стране делать по-разному например израиль националистическое государство при этом общество это кстати уникально построена система общества она демократическая сама общество демократическая при этом страна националистическая а вот с таким мышлением как этот человек ничего построить ему что может только разрушить вы выживите сам тон с которым он ведет беседу он ведет всегда беседу с позиции войны из и с той позиции что вот он говорит я его должен слушать и принимать каждое его слово но так и работать в этом мире мир так построен что человек может видеть вот здесь хорошо вот здесь хорошо а вот здесь плохо россия предлагает миру сегодня плохое поэтому мир отказывается и мир будет мы не хотим ваше плохое а если вы будете пытаться на захватывать но вас будем ненавидеть и делать все возможное для того чтобы вас не было здесь рядом с нами то что делает украина то что делала грузия то что делать другие страны никто не хочет быть рядом с россией сегодня той россия которая сегодня показывает себя всему мир друзья я вам всем желаю добра любви и счастья благополучия понимания и мы с вами скоро увидимся пока